Приморья Мы претерпели бедствия. Какие разрушения были, даже никто не предполагал. Это выяснилось уже впоследствии 1-2-3 сентября. Мы начали понимать масштабы ситуации в плане транспортного обеспечения, жизнеобеспечения поселка, так как у нас дорога одна единственная. Все грузы, снабжения, транспортные потоки у нас происходили только при помощи автодороги и грузового сообщения. Мы нуждаемся в регулярных перевозках как пассажиров, населения, так и доставке грузов. Субтитры создавал DimaTorzok Я хочу выразить огромную благодарность и сказать большое спасибо морской авиации за оказанную нам помощь. Так как мы находимся сейчас в такой ситуации, что у нас нет возможности выехать с поселка Преображение в связи с нашими размытыми дорогами. Мы говорим вам огромное спасибо. Благодарим большое. Спасибо. Почаще такие рейсы, почаще. Морская авиация также доставляет гуманитарную помощь пострадавшей района. В первую очередь это продукты питания. Консервы, крупы, питьевую воду получили школы и детские сады Лазуцкого и Чугуйского районов. Они одни из наиболее пострадавших от стихии. Этот груз нам очень необходим, так как наше население осталось без транспортного сообщения. Были смыты мосты, которые соединяли нас, как говорится, с большой землей. И мы остались, можно сказать, в блокаде. В природной блокаде после прохождения тайфуна в Тиморском крае. Так, что, рвезд? Опа. Рвезд, да? Сейчас еще одну машину. Не машину, Серег, еще человека одного. Давай, кто-нибудь туда вот куда. Сегодня выполнили рейс. Доставили две с половиной тонны продовольствия. Наряг, рыболов. Отсюда забираем пассажиров, пытающихся в эвакуацию. Да, армейская авиация всегда готова прийти на помощь потерпевшим детям. Не переживай, не забуду, ты что? Ага, ешь так. Давай, Юль, давай, сделай. Ну все, давайте. Все, давайте. Позвоните Ане. Помощь поступает в Приморье со всей России каждый день. Все раздает адрес на строго нуждающимся по спискам администрации поселений. В то же время не обходится без накладок. Краевая администрация проверяет информацию о выбросе гуманитарной помощи в селе Уборка Чугуевского района. Там на свалке оказались несколько пакетов и коробок, предназначенных для жителей села, пострадавшего от навольнения. Вице-губернатор Павел Серебряков назвал этот случай вопиющим. Он подчеркнул, что подобное не могло произойти с гуманитарной помощью, которая поступает централизованно. Дело в том, что помощь по краю также стихийно распространяет множество общественных организаций и обычных добровольцев. Продолжение следует...